Это старинный шлем Ламы Оракула. Он появился у меня, когда мне стало нужным очень часто танцевать на кладбище. Это телефон, мобильный, к смерти. Когда я не знаю точно, что мне нужно говорить, я просто слушаю. Махабхарата. Когда Брахма создал людей, и зверей, и мир, был золотой век, и смерти не было. Это наша мечта. Но только быстро выяснилось, что когда смерти нет, люди и звери становятся ленивыми. Они просто лежали рядом друг с другом, и лениво кусали друг друга. Ели. Ведь когда смерть есть, появляется смысл жить, потому что надо что-то успеть. А если ее нет, успевать ничего не надо. Ну, просто не надо, и все. Можно только кусать того, кто лежит ближе. Нет смерти, и нет нужды спасать от нее своих близких и любимых. А это чуть ли не единственный смысл жизни многих из нас. Разве нет? Нет смерти, и нет нашего балета. Брахма не мог этого понять. И поэтому возмутился на ленивых людей и зверей, которые кусали друг друга. И изнутри его вспыхнул огонь. А огонь, вспыхнувший внутри Творца, грозил сжечь весь мир. И тогда Шива пришел к Брахме и сказал ему, не надо уничтожать этих созданий, не надо. Никогда, потому что больше их не создать вновь, никогда. И тогда Брахма тяжело вздохнул, погасил пламя, и из его головы вышла смерть. Это была Махабхарати, прекрасная женщина, в венке из белых лотосов, темными, она была с темными глазами, и в темно-красном саре. Как только она вышла из головы Брахмы, она тут же побежала прочь, куда-то на юг. Брахма остановила ее, куда ты бежишь? Ты должна идти вниз, туда, в мир, к людям, и убивать их. И она сказала, нет, я не буду этого делать, потому что люди, и звери, и птицы проклянут меня. Они будут говорить, как ты несправедлива, смерть, ты забрала моего любимого, моего близкого. И смерть расплакалась. И тогда Брахма сказал, нет. Я собрал твои слезы в ладонь. Из этих слез родятся болезни и страсти человеческие. А ты будешь только подбирать то, что оставят после себя и болезни, и люди. Смерть прекрасная женщина. Почему так часто не удаются ритуалы? По одной простой причине. Мы ненавидим смерть. А ее надо любить. И тогда можно поговорить с ней, услышать, что она плачет. И тогда, только тогда, появятся шансы на возрождение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. КОНЕЦ Вторая история шлема. История про легендарную царицу Майя Гадавани, ученицу легендарного индийского йога. Однажды ее мужу, царю Ясаке, пришел черед умирать, и женщина в длинном красном саре, с лотосами на голове и темными глазами, пришла за ним. И тогда его жена внезапно превратилась в богиню Кали, и смерть испугалась образа грозной матери и ушла. Но Шива, Шива остался ужасно недоволен тем, что не получил душу царя. И тогда демон Гатсука подсказал ему, что делать, и украл душу царя, пока царица ходила за водой. Царицы тогда еще ходили за водой. Страшно рассердилась царица. Она увидела, как демон превратился в шмеля и улетел в царство ям. Тогда она стала пчелой и полетела вслед за шмелем. Там, в царстве ямы, демон попытался превратиться в иголку и спрятаться в стоге сена. Тогда она стала змеей и пробралась в этот стог. Потом демон превратился в голубку, а она в орла. И в конце концов орел отнял у страшного демона душу мужа. Ну вот беда. Там, в царстве ямы, в царстве смерти, время идет куда быстрее. И когда царица вместе с душой царя вернулась на землю, тело уже истлело в земле. Но душа, душа царя осталась жить где-то около дворца. В Индии эти места называют кинза. В синтоизме есть очень похожее понятие кентоки. Это одновременно и шлем, и могила, и человек, и озеро, и гребень. Это что-то, когда ты делаешь шаг и вдруг чувствуешь сначала запах. запах любимого, ушедшего любимого. В этом месте, в этот момент учила царица. Ты можешь с ним поговорить, и не должен бояться. и кладбища на земле появились именно поэтому, потому что это то место, где не нужно бояться говорить с любимыми. Отпечаток их души всегда здесь, в нашем мире. и еще одна вещь. Если вы хотите пробраться в царство смерти, не нужно бояться меняться, не нужно бояться танцевать на кладбище, не нужно вообще бояться танцевать, что бы ни случилось в жизни, потому что только тогда, меняясь, можно научиться чувствовать те души, которых нет с нами. и судить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok